Что можно посоветовать? Какие факторы на это влияют? Разные сегменты чувствуют себя по-разному. Недвижимость. Просто о сложном. Авторская программа Натальи Ашихмины. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вас приветствует Ашихмина Наталья. Все мы в своей жизни рано или поздно сталкиваемся с вопросами недвижимости, независимо от сферы деятельности, будь то производственная сфера, риэлторские услуги, юридические, торговые. В общем, в любой сфере возникают вопросы по объектам недвижимости. Суть авторской передачи заключается в том, что каждую передачу будут приглашаться гости из разных сфер и будем обсуждать вопросы, интересные случаи с объектами недвижимости. И сегодня у меня в гостях юрист по недвижимости Анастасия Калиногорская. Доброго времени суток. Принято считать, что юристы такие многогранные специалисты и могут ответить на любые вопросы в любой сфере, в любое время суток и дня и ночи. Хотелось бы поинтересоваться в первую очередь вот о каком вопросе. Что входит в твои компетенции как юриста по недвижимости и какие услуги конкретно ты предоставляешь населению? Я в основном работаю с покупателями. Составляю для них так называемые юридические отчеты оценки рисков по сделке. То есть проверяю объект, проверяю субъект самого продавца и потом уже выявляем все риски и разрабатываем схемы минимизации этих рисков. То есть в основном я требуюсь для покупателей, но и с продавцами мы работаем в таких случаях, когда какие-то сложные схемы, опека, материнский капитал, еще такие какие-то моменты плюс налоги. То есть я являюсь специалистом по налогам, понять, будет налог у продавца или нет, этот вопрос в каждой сделке возникает, и как минимизировать это все легальными путями. А кто именно является твоими клиентами? Это компании, предприниматели или просто обычные люди? В физические лица просто тоже обращаются, необязательно риэлторы. Риэлторов я в основном сейчас обучаю. Значит, у тебя уже обучающие курсы есть по недвижимости. Последние два года, да, я прям обучаю юристов прежде всего, но и риэлторы, они тоже должны разбираться в нюансах, которых сейчас очень-очень много. В моем понимании, наверняка в понимании большинства юристов, деятельность кадастрового инженера – это больше какие-то технические работы. Хотелось бы услышать из первых уст, так ли это или это заблуждение. Расскажите, как именно ваша деятельность перекликается с деятельностью юристов по недвижимости, и смогут ли юристы дать исчерпывающую информацию для своих клиентов без вашего участия? Да, вопрос очень интересный. Когда я только начинала работать, да, в моем понимании тоже было, что кадастр-инженер, эксперт по недвижимости в моем лице может делать только технические работы, замеры, топографические съемки, какие-то там согласования и расчеты. Но со временем, с годами, когда идет запрос от населения, мы же работаем под клиентов всегда, и, соответственно, пробуем решить ту задачу, которую перед нами ставят. У меня сейчас, моих сотрудников в основном вопросы, наверное, процентов 80, это уже консультации, согласовательные работы, сопровождение проектов, анализ документов. И, соответственно, мои специалисты и я, мы заработали репутацию, то, что мы можем решить многие вопросы, вот именно в согласованиях и с разбором документов. А юристы по недвижимости тоже один по одному шли, задавали вопросы и, соответственно, получив ответ, рекомендовали нас другим. Большое заблуждение у всех юристов, что они полностью могут сопроводить сделку, вот когда купля-продажа идет. Мое мнение такое, что юристы анализируют только юридическую чистоту сделки, и у них все равно недостаточно знаний, чтобы сложенную сделку сопроводить и проанализировать по технической составляющей. Ведь когда документы идут на куплю-продажу, нужно оценить и те возможности, которые клиент сможет реализовать. Если он покупает участок под застройку, нужно посмотреть, может ли он построить там здание или еще что-то там, тех параметров, которые хочет. И не будет ли в дальнейшем у него проблем. И со временем уже, что не перестает радовать, юристов обращается очень много. И уже даже клиенты сами. Без юристов, собственники, когда репутация уже наработана и работает с РФА на радио, приходят, спрашивают. Ну, если народная мудрость, купой платить дважды, когда ты пожалеешь денег на специалиста, в результате можно потерять намного больше. А на самом деле с Натальей я работаю уже не первый год, и очень согласна с тем, что нужно обращаться к узким специалистам. Много по каким вопросам именно нужно обращаться к кадастровому инженеру. И про скупой плате дважды проверено много раз в жизни с разными специалистами. Да, и нельзя считать себя самым умным и думать, что вот, я знаю юридические тонкости какие-то, посмотрел, и все. Многие надеются на авось. Хотел как лучше, получилось как всегда. Следующий вопрос, какой бы я хотела тебе задать. Чаще всего с какими вопросами обращаются к тебе клиенты, вот которые ты выслушиваешь и сразу понимаешь, что твоих компетенций для решения этого вопроса не хватает и нужна консультация именно узкого специалиста. И часто ли в твоей практике встречаются подобные вопросы? Есть такие моменты, когда без помощи кадастровому инженеру просто невозможно обойтись. Первое на первом – это когда приходит клиент, я делаю юридическую проверку, и изначально он знает, что там есть перепланировка. И он спрашивает, можно купить такую квартиру или нет? Я говорю, я знаю основы. Сейчас мы пойдем к человеку, который знает все-все нюансы и что с этим делать. И первое, что мы смотрим, вообще это узаконить можно или нет. То есть прежде чем купить, какие последствия, как это узаконить, какие там траты временные, денежные у человека будут. То есть это первое, когда я прямо отправляю, вернее, я не отправляю, всегда вместе хожу с клиентом. И второй момент, вот как уже сказала Наталья, когда мы планируем стройку. То есть земельный участок под постройку вообще не обойтись без кадастрового инженера. Коммерция под постройку, ну опять же этот земельный участок под коммерцию тоже. Там столько нюансов. Я даже не берусь консультировать. Для чего мне это нужно, когда есть человек, который знает наверняка все нюансы и сколько было историй, когда действительно из каких-то ситуаций можно вырулить по-другому, зная вот все эти подводные камни. То есть правильно я тебя понимаю, что когда у тебя есть под боком узкий специалист, даже не стоит, наверное, тратить время на глубокий анализ какой-то нормативной базы, отслеживать обновления. Потому что, ну да, вроде ты отследил обновления, но куда их применить? Всё равно нужно понимать всю историю. Это просто невозможно сделать. Ты ж юрист, а расскажи ещё там по элементам, расскажи ещё по тому-то. Я всегда считаю, что быть широким специалистом – это не быть качественным специалистом. Всё-таки в узком смысле, например, если я работаю в недвижимости, я могу всё время тратить на изучение туда вопросов. Точно так же, имея специалиста-оценщика, кадастрового инженера, для чего мне это, я просто физически это не смогу сделать. Каждый должен заниматься своим делом. И работая такой большой командой, можно быстрее завоевать всё-таки лояльность клиентов, я считаю. Я думаю, наверное, ты точно так же считаешь. И, соответственно, этот клиент порекомендует ещё нескольким. И без особых вложений в рекламу можно получить прирост клиентской базы. Расскажите ещё нашим слушателям, чем вы можете быть полезны юридическому сообществу и с какими вопросами к вам можно обратиться конкретно. Да, очень интересный вопрос, ответ на который может быть сегодня один, завтра другой, послезавтра третий, потому что от каждого запроса возникают какие-то новые такие виды услуг. Чаще всего это, конечно, консультации именно на сделках купли-продажи. Очень часто стали обращаться именно за анализом пакета документов, чтобы понять, что можно сделать с объектами недвижимости. Особенно, когда у нас объекты недвижимости 80-90-х годов постройки, они были введены по старым нормативам. Сейчас идут какие-то там желания, возникает у собственника что-то переделать, и нужно это перевести к новым нормативам. Также пользуются спросом написания запросов органы власти. Как я говорю, всё равно специалист должен разговаривать со специалистом, и когда просто собственник идёт, я таких называю мартовскими котами, пометили территорию, а потом приходят, ну помогите нам решить вопросы. Ну, чудеса происходят не всегда в нашей жизни. Точно так же мы можем с собственниками проехать, если он хочет сам по всем инстанциям, и просто поприсутствовать на встречах и вставить своё веское слово. И вот из этого спектра услуг, то есть консультации, анализ документов, написание запросов, дальше исправление ошибок в сведениях Росрестра ещё где-то, ну вот это, наверное, такой основной спектр услуг, который востребован юридическим сообществом. Я за такими вопросами ещё обращалась, как, помимо перепланировок и консультации, консультации постоянной, перевод, да, там, жилые-нежилые консультации, вообще возможности такого. Это сейчас тоже довольно частый запрос. Доли и жилые помещения часто. Вот есть запрос. Ну да, технические работы это, да, спектр услуг, он тоже, а именно юридическое сообщество, которое они не будут связываться там, с чем-то им нужна помощь. И тоже, кстати, вот на той неделе был запрос помощи в проведении общедомового собрания собственников. Тоже надо знать, как правильно его провести, как собрать документы, и чтобы получить потом желаемый результат. Также хотелось бы, Настя, узнать у тебя самый интересный случай в твоей практике, когда совместно с узким специалистом, с кадастром, инженером, ты получила хороший результат, который даже превзошёл ожидания клиента. Это было очень-очень давно, в начале своей деятельности, наверное. Ко мне обратился клиент, вернее, даже агентство, помочь разрулить одну ситуацию. Сделку сопровождала не я, но там в итоге выяснилось, что есть перепланировка, которую не заметил даже риэлтор. Стена перенесена на 0,6 или 0,8 метра, но покупатель на основании этого пошёл уже чуть ли не на расторжение сделки. И мы тогда обратились к Наталье. И Наталья рассказала, как это можно сделать. Я знаю, что я просто потом передала клиентов, довели это до завершения. Агентство это возместило, расходы на перепланировку. Просто и вот таким способом, просто обратившись к специалисту, эту сделку не расторгли, всё урегулировали. Ну, лишний раз доказывают, что командная работа даёт лучший результат. В вашей практике, Наталья, какие были такие интересные прям случаи? Иногда вот уже основываясь на свою практику, которой уже больше 25 лет, я работаю в данной сфере, жалею, что не записываю. И, возможно, как многие сейчас, можно было бы уже писать книгу. Это сейчас модно. Два, наверное, таких запоминающихся случая. Первый случай. Ну, потенциальный клиент хотел покупать производственную базу. Там большой земельный участок и много строений, инженерных сетей и так далее. И, понятно, его взяли сомнения, всё ли там хорошо. Эта сделка была несколько десятков миллионов рублей. И, соответственно, он пришёл. Мы ему разложили всё по полочкам. Это, наверное, была одна из самых длительных консультаций, к которой вот пришёл клиент и сидит. Мы сидели, наверное, два с половиной часа, разбирали всё по полочкам. В результате, да, он вышел потом на сделку этой, но, соответственно, он уже выстроил список вопросов, которые можно задать продавцу. А когда ты обладаешь информацией, недаром ей говорят, кто обладает информацией, кто правит миром. Соответственно, всё время говорю, чем у вас больше информации, тем у вас больше возможностей и вариантов для торга, что тоже приносит экономию. Консультация ему стоила на тот момент 5000 рублей. Я думаю, он сэкономил намного больше. Надеюсь, я тоже превзошла его ожидания. И второй случай был уже связан с техническими работами. Также собственники купили помещение уже, купили стоимость оглашать не будем, при том, что они покупали под конкретный проект, понадеялись на свои знания, на добросовестность продавца. Когда они купили, пришли ко мне и говорят, вот нужно нам сделать то-то, то-то, то-то. А когда мы подняли документы старые, там здание тоже где-то 80-х годов постройки, выяснилось то, что второй этаж помещения полностью незаконно сделан, что присоединить эти площади к помещению нужно было сделать сначала реконструкцию всего здания. И в существующем помещении не было учтено большое помещение коридора. То есть там помещение состояло из 5 или 6 или маленьких, там по 15, по 20 метров. А площадь коридора не входила. Фактически пользовались, но не входило по документам. Мы нашли возможность присоединить эту площадь коридора. Со зданием до сих пор разбираемся. Но я думаю, клиент тоже сделал вывод, что нужно прежде потратить время, тут даже 5 тысяч, 10 тысяч рублей, это не деньги по сравнению с такими сделками, и уже потом принимать обоснованное решение. Мы на таких консультациях и при анализе документов можем предложить клиенту несколько вариантов и рассчитываем вплоть до того, что в дальнейшем после того, как он зарегистрировал сделку, если будет касаться наших документов, мы тоже его сопроводим и поможем. Вот собственники, они иногда не хотят подставить. Они реально не знают, что у них тут происходит. То есть, да я так же купил, а я купила, мне нормально было. А когда касаемся вот уже какой-то части, действительно им уже покупатели рассказывают, а что у вас здесь. И возможности для торга, да. Потому что вот мы когда к вам приходили на одну из последних консультаций по коммерции, мы прям по пунктам составляли. Теперь можно здесь, да, теперь можно здесь, здесь, здесь. Имея данные новые, которые не в пользу совершенно продавца, и которых он, кстати, и не знал о некоторых. Да, у нас, к сожалению, правовая грамотность населения в конкретных вопросах, к населению мы отнесём и бизнес, и общество, и всё, не всегда на высоте. Я думаю, что и ты, как юрист, и я, как эксперт, мы всегда можем прийти на помощь, подсказать, сопроводить. У меня вопросов, наверное, больше нет. Будем заканчивать передачу. И в заключении хотела бы сказать, не надо бояться, вот именно показаться, может быть, где-то неграмотным. Где-то, возможно, показать какую-то свою слабость, что я не могу сам. Всегда лучше обратиться к специалистам, как к юристам, так и к кадастрам-инженерам. Поверьте, ваши результаты превзойдут ваши ожидания. На этом прощаюсь. Всем хорошего настроения и прекрасного дня.